В продолжении нашего служения я сегодня хочу вместе с вами обратить внимание на один очень знакомый стих, который мы знаем, в принципе, наизусть, который является самым главным стихом в Библии, который написан у нас на кафедре. Вы знаете, что там написано? Книга Библии и стих Иоанна 3,16. Вы знаете, в этом стихе заложено все откровение Ветхого и Нового Завета. В этом стихе собрано весь смысл нашей веры, в этом стихе открыта вся любовь Божия. Это тот стих, который сегодня объединяет миллионы верующих, делая их детьми Божьими. «Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сегодня перед нами видимые знаки. Сегодня перед нами чаши с вином, хлеб. И заходя сегодня в помещение церкви, мы вновь осознали сегодня еще одно воскресенье, необычное воскресенье, когда мы сможем стать участниками той заповеди, которую Бог оставил нам. Смотря на календарь, мы понимаем, что год, который вроде бы так недавно начался, он уже подходит к концу. И многие сегодня уже поздравляют с первым днем зимы, уже в предвкушении рождественских праздников. Несколько недель назад уже услышал, начали крутить рождественские гимны по радио, на телевидениях, в магазинах меняют витрины, ставят рождественские игрушки, елки. И вот этот запах Рождества, Christmas time, он уже наполнил воздух. И в нашей церкви сегодняшнего служения вот начинается месяц рождественских праздников, когда все стихотворения, пения, когда проповеди будут посвящены именно торжеству Рождества. И открываться будет книга Библия. Из книги Библии читать будут братья. И сегодня, на протяжении воскресных служений, вторника и пятницы, мы будем погружаться в мир Рождества. Того времени, когда Иисус Христос пришел на эту землю. А сегодня вот открывая этот месяц рождественских праздников, мы вдруг видим символы завета, напоминающие нам о страдании, напоминающие нам о пролитой крови, о заплаченной цене. И вы знаете, когда я прочитываю вновь и вновь вот этот стих, который является центром Библии, я обращаю внимание на это письмо, которое Иоанн однажды написал. Написал, и оно дошло до нас, и сегодня мы имеем вот это Евангелие от Иоанна. Вы знаете, оно отличается от всех других Евангелий. Насколько интересно Иоанн показывает нам, иногда даже отрывая нас от нашего обычного воображения и понимания некоторых вещей, показывают глубочайшие духовные истины. Я сегодня вместе с вами хочу погрузиться немножко в это письмо. Перед тем, как мы будем участвовать в вечере, перед тем, как мы вспоминать будем целый месяц о рождественских праздниках, я хочу вместе с вами немножко посмотреть вот этот обзор, который однажды апостол предоставил церкви. Сегодня он дошел до нас. Его слова. И вы знаете, когда я смотрю на страницы, которые записал Иоанн, вы знаете, оно настолько открывает мое сердце и мой разум к восприятию, к тому, в чем я сегодня участвовать буду. Я просто прихожу к осознанию некоторых вещей, которые я в принципе знаю и церковь хорошо понимает, но открывая их по-новому, я вдруг прихожу в этот трепет, перед кем я стою, кто меня любит, кто за меня отдал жизнь, придя на эту греховную землю. Вы знаете, удивительно он начинает свое письмо. Первая глава. Евангелие от Иоанна. Он, начиная не просто с родословной, как некоторые из евангелистов, он начинает от начала, от вечности, записывает удивительнейшие слова об Иисусе Христе. Послушайте, братья и сестры, я сегодня хочу, чтобы мы попробовали вновь осознать. Вначале было Слово. И Слово это было у Бога. И Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Иоанн открывает вот эту картину, картину, в которой вначале был Бог, и Его Слово, которое было вначале у Него, и творение. Творение всего того, что мы можем видеть, и что мы только можем представить себе. И Он говорит, без Его участия ничего не начало быть. В физическом и духовном мире Он был началом. Евангелист Иоанн пишет, в Нем была жизнь. В нашем Творце была жизнь. И жизнь была свет человеков. В Нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. Когда я пытаюсь своим разумом хотя бы немного представить, кто есть Иисус Христос? Кто Он есть? Я вдруг начинаю осознавать, насколько я ничтожен и мал. Я человек. Давид однажды воскликнет, Господи, я удивляюсь, что есть человек, что Ты помнишь его. И Сын Человеческий, что Ты его посещаешь. Помните, апостол Павел в послании к евреям удивительные слова скажет. Бог, Бог издревле, издревле многократно и многообразно говорил отцам наших пророков, а в последнее время Он проговорил в Сыне Своем, В Иисусе Христе была открыта истина, была открыта Слово и была открыта Любовь. Но вы знаете, дальше вот показывая, показывая власть, могущество Иисуса Христа, написаны слова. В последние сие дни говорит нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, и послушайте, через Которого и веки сотворил. Через Иисуса Христа, Который был в начале, Который был Богом, Который есть Бог, через Которого все начало быть, и ничего не начало быть без Него. Дальше Он пишет, открывая вот эту истину, о Сыне Бог говорит, престол Твой Божий, во веки жезл царства Твоего жезл правды, престол Твой Господи навеки. Десятый стих. В начале Ты, Господи, основал землю и небеса дело рук Твоих. Когда Ты начинаешь открывать страницы Евангелия и Ты начинаешь читать и вдруг вот эти стихи оживают в Твоем воображении, в Твоем разуме, в Твоем сердце, я вдруг прихожу в трепет, Господи, кто я есть? Иоанн, открывая вот эту истину о любви Божией, показывает, сам Творец всего пришел на эту землю ради нас. Бог Отец так нас возлюбил, что вот Единородного Сына, Который является Творцом всего, отдает за нас. Я продолжу читать Евангелие от Иоанна. Первая глава. стихи, которые записаны здесь. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, в мире был, и мир через него начал быть. вот эта жизнь, вот этот свет, который в нем, творец всего, начало всего. Он придет в этот мир, пришел к своим, а свои его не приняли. Он пришел к израильскому народу, Он пришел к народу обетования, а свои его не приняли. А тем, которые приняли его, тем, которые приняли его, были те, которые, услышав эту истину, осознав это, смогли принять его. Приняли его, он дал власть быть чадами Божьими, и слово стало плотью, и обитало с нами. Полное благодати и истины, и мы видели славу его, как славу единородного от Отца. Иоанн, будучи свидетелем этой благодати, одним из учеников Иисуса Христа и Библия открывает, одним из любимых его учеников. Знаете, когда писал это письмо, он не просто пытался открыть и показать жизнь Иисуса Христа, его хождение по земле, его истины, которые он открывал, он показал его как великого Бога, который является всем, и который вдруг, придя на эту землю, вот это слово, которое вначале было, слово, которое является жизнью и светом, оно вдруг стало плотью. в этот месяц, очень много читаться будет, рассказываться, делаться постановка, хор будет петь, стихотворение звучать на тему, когда маленький младенец, родившись, пришел в ясли Вифлеема. Мы радоваться будем об этом. Но я хочу, вступая в этот месяц, чтобы мы осознали и поняли, кто пришел. Не просто малютка. Вы знаете, когда открылось небо, когда открылось небо и ангелы, соммы ангелов вдруг начали славить Бога и произносить слова. Вы помните, братья и сестры, что они говорили? Они славили Бога и взывали слава вышних Богу. Нет выше, чем Он. Слава вышних Богу на земле мир, а в человечестве благоволение. Вы знаете, вот вступая в эру Нового Завета, в эру удивительных отношений человека с Богом, которую через Иисуса Христа открыто сегодня нам, вот эта великая любовь, благодать, спасение, то, что не имели раньше, насколько мы сегодня счастливы. Счастливы многих других. мы сегодня знаем Его. И мы сегодня можем пользоваться тем, что Он для нас сделал, милостью и благодатью. Мы можем пользоваться кровью Его, получая спасение, прощение от наших грехов. Я помню, как-то говорил о удивительной страничке, которая находится в книге Библии. Она делит Ветхий Завет и Новый на две части. Пустая с обеих сторон. Ничего не написано, кроме двух слов. Новый Завет и даже номера страницы нет. В каждой Библии она есть. Вы знаете, вот за эту страничку многие ветхозаветные праведники пытались заглянуть и узнать, что же это за время будет. Что же это будет за время, когда Бог, Творец всего, придет на эту землю. Вот если бы мы знали, не вот то, что мы уже прочитали, то, что мы знаем, в чем мы живем, а вот Бог обещал что-то. Я пытался представить этих пророков, которым отчасти немножко открыто было. Помните, пророк Исайя запишет слова, мы читаем их на вечере, очень часто читаем. 53 глава пророка Исайи написано, кто поверит слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. Я не знаю, что он увидел. Я не знаю, что он увидел, но его слова были слова наполнены удивлением и вопросом, Господи, вот то, что я вижу и то, что я говорю, кто может в это поверить? Ведь Бог Творец всего, тот, который основал все, тот, который все в своей руке держит. Вдруг он придет на эту землю. Исайя писал, кто поверит слышанному от нас и кому открылась мышца Господня, ибо он взошел пред ним, как отпрыск из сухой земли, и нет в нем вида. Нет в нем вида невеличия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Братья и сестры, я пытался представить то, что увидел Исайя. Пророк, который любил Бога, который имел особое отношение, и вот вдруг, если бы ему было открыто, я, наверное, думаю, когда он написал эти слова, он увидел вот его приход в этот мир. Братья и сестры, вот то, что увидел пророк, заставило его написать, Господи, я смотрю, и кто поверит в это, что Ты, Творец всего, придешь в Вифлеемские ясли, и в пещере у Бога, и на соломе ляжешь. Кто этому может поверить? Бог, владыка всего. Господи, как понять это? Как понять Твою любовь? Как понять то, что Ты сделал для меня? Когда мы будем отмечать рождественские праздники, когда мы будем поклоняться Господу, помните об этом, Его любовь велика. Оставив славу небес, имея все, Он обнищал ради нас, дабы нам обогатиться Его нищетой. Удивительно. Исайя, смотря на это, говорит, это муж скорбей. Изведавший болезни, Он взял на себя наши немощи и наши болезни понес. Он прожил жизнь, ходя по земле, открывая Бога Отца. Как в первой главе написано, Бога не видел никто никогда, вот Он, единородный Сын, сущий вне древо, чем Он нам Его открыл. Удивительно, заканчивая свое письмо, Иоанн напишет, не хватает всех книг на земле, чтобы вместить все то, что можно сказать о нашем Господе, о Его делах, о Его любви, о Его милости, о Его хождении, но все это написано для одной цели. 31 стих 20 главы. Все это написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Господь и веруя имели жизнь вечную. Сегодня это слово звучит не просто так, чтобы мы вновь вообразили и представили себе какие-то вещи, смогли перенестись на 2000 лет назад и вместе с Христом участвовать в каких-то событиях нет. Сегодня это оставлено нам. То, что мы знаем, то, что мы читаем, то, что мы провозглашаем, оно написано для того, чтобы мы, веруя, имели жизнь вечную. Когда я говорю о крови и о том завете, который Он заключил с нами, я прихожу в трепет. Он не просто уничижив себя, как Павел говорит, принял образ раба и по виду стал, как человек, пришел, пришел на эту землю в нищету, вырос в бедной семье плотника. Он отдал свою жизнь. То, о чем сегодня вспоминает церковь, о чем мы вместе с вами говорим, евангелист Иоанн опишет, он опишет в своем письме послание, в Евангелии, напишет слова, открывая все то, что происходило в его жизни. Это удивительное письмо, удивительное послание, его можно прочитывать раз за разом. Ту глубину, и те истины, которые открыты здесь, не вмещают сердце. О его страданиях он напишет, говоря, что Иисус Христос отдал себя добровольно за тебя и меня. Он пришел в этот мир добровольно исполнить волю Отца в своей великой любви к нам, и эта любовь привела его на крест Голгофы. Иоанн описывает несколько стихов просто, чтобы настроить нас к участию в заповеди о его великой любви. Тогда Пилат взял Иисуса и приказал бить его. Того, кто сотворил все, того, кто имел власть, того, кто имел сил. И воины, сплетшие венец и стерния, возложили ему на голову. И одели его в багряницу, говоря, радуйся. Царь иудейский и били его полонитом, и неся крест свой. Он вышел на место, называемое Ломное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, одного по одну сторону, другую по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и поставил на кресте надпись. И надпись была Иисус Назарей, царь иудейский. Надпись на его кресте означала Иисус, посвященный Богу. Назарей. Он есть царь иудейский. Он был царь всего. Он был царь всего. Исайя видел и писал в 53 главе о его страданиях. О том, что он будет введен на заклание как овца и не будет открывать уст своих. Наказание мира нашего было на нем. Он взял его. И поэтому он скажет вот эти слова, кто поверит, слышит. Кто может поверить в то, что мы сегодня верим? кто поверит слышанному и кому открылась мышца Господня, кто смог осознать силу Бога? Вы знаете, сегодня мы имеем благословение. Сегодня мы имеем милость действительно осознавать и пользоваться той милостью и той силой, которую Бог дарует нам. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть не просто называться, а быть детьми Божьими. Это к нам сегодня. Мы сегодня живем в Новом Завете. Сегодня вот эта страничка, она перевернута. Две тысячи лет сегодня церковь уже действительно радуется. Радуется Господу нашему Иисусу Христу, Который пришел в этот мир, Который пострадал и Который воскрес для моего сегодня оправдания. Знаете, заканчивая свою проповедь, я хочу прочитать несколько слов. Послание к евреям. Послание к евреям о том Завете, который Бог заключил с народом Своим, с Своими детьми, с Церковью. Вот Завет говорит, говорит Господь, Который завещаю после дней тех, вложу законы мои и в мыслях их и в сердцах их напишу. Мое слово, оно не просто будет на страницах Библии. В последнее время те, кто имеет эту милость, тот, кто познал силу, будет иметь это в сердце своем. И приходя к крови Иисуса Христа, мы будем омыты ею. Вы знаете, один стих всего еще прочитаю? Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердце. Вы знаете, что значит кров крапление? есть кровь жертвы, есть кровь крапления. Когда эту кровь жертвы брали, мазали на косяках дверей, помните эту историю Ветхого Завета? Эта кровь давала жизнь. Истории Библии говорят о том, что один раз в год евреи имели необычное служение, когда очищались все. И священник брал кровь жертвы и, принося в святое святых, крапил. Капельки крови падали из сосуда и говорили, была жертва. Была пролита кровь. И эта кровь свидетельствовала и говорила, сегодня мы имеем кровь лучшую. Сегодня мы имеем кровь Иисуса Христа. Сегодня мы приступаем к крови крапления, которое говорит, лучше, нежели кровь Авеля. Вы знаете, что это за кровь? Когда есть кровь жертвы, и она просто принесена. Да, мы знаем, что умер Христос, но кровь крапления – это кровь, которую используем мы сегодня. Это кровь, она говорит. Сегодня Иисус Христос говорит, в этом Новом Завете да приступаем с искренним сердцем, полную верою и кровью крапления Иисуса Христа жертва была принесена, а сегодня мы приходим к этой крови и говорим, Господи, мы хотим ее использовать, мы хотим, чтобы сердце наше очищено было. Он даровал нам вот этот принцип Нового Завета подходить к благодати, подходить к Его милости, подходить к Его жертве и пролитой крови и очищать свое сердце. И знаете, что тогда происходит? В присутствие Бога можем приходить. Не один раз в год, как первосвященники, не один раз в год определенный человек, а сегодня все вместе церковью прийти к Господу и в молитве благодарности склониться перед Ним, осознавая, кто Он есть, что Он сделал для меня и что сегодня я имею в Нем, ибо так возлюбил Бог мир. Тебя и меня, что отдал Сына Своего. И Иисуса Христа, дабы, веруя в Него, мы сегодня имели жизнь вечную. И приходя к престолу благодати, мы склоняться будем перед Господом. Сейчас время будет для молитвы, когда мы можем склониться и попросить Господи, очисти омой. Господи, я хочу склониться, осознавая, перед кем я стою. Господи, милости Твоей хочу, благословения, потому что Ты меня не просто избрал, а Ты меня простил и сыном и дочерью своей назвал, объединяя в одну семью. За это Господу нашему слава и поклонение. Давайте склонимся перед Ним. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.